Кризис – время, когда привыкаешь экономить на многом. Цены растут, зарплаты остаются прежними. Однако с 1 января 2016 года автомобилисты смогут экономить на штрафах ГИБДД. По закону, у водителей на оплату есть два месяца, но если штраф будет погашен в 20-дневный срок, его размер уменьшится на 50%. За 10 месяцев этого года сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД ОМВД России по Иванской области было составлено более 54 тысяч административных материалов на общую сумму более 75 миллионов рублей. Из них взыскано более 37 миллионов рублей, то есть это порядка 50%. Из 54 тысяч административных материалов 544 материала составлены по статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях. Это неуплата штрафа в срок, установленный действующим законодательством. И неплатильщики, 53 человека, были приговорены, так скажем, к административному аресту. 118 человек были оштрафованы, а штраф в данном случае удваивается. И 99 человек были привлечены к обязательным работам. Скидка за расторопность – подарок от законодателей. Ожидается, что это станет дополнительным стимулом для нарушителей и должников не копить квитанции, а своевременно оплачивать их. Правда, не все ивановские водители поддерживают эту точку зрения. Если, как говорится, злостные правонарушители не платят и сейчас, то и скидка, мне кажется, не поможет. Ну, те, кто регулярно платит, если уж попался, тем все равно заплатят. А кто не платит, как некоторые собирают, там, по году не платят. На этих, по-моему, не подействует. А вообще штрафы, я считаю, что надо ужесточать пожестче. Тогда будет меньше нарушений. Оплата штрафа 50% – это, наверное, в любом нынешнем время у нас страна, как кризис, устраивала любого водителя. И желательно нарушала. Я не плачу штраф. Я не нарушаю. Чтобы вовремя платить, нужно своевременно узнавать о штрафах. Нередко автомобилисты жалуются, что квитанции приходятся по зданиям. Мы рекомендуем водителям пользоваться все-таки интернетом, госуслугами, заходить на сайт госавтоинспекции и каждый день, можно сказать, мониторить свои штрафы. К тому же есть сайты, это вот сайт государственных услуг, где вы можете оформить себе СМС-подписку. И когда у вас появляется на данном сайте штраф, он автоматически, СМС-ка вам высылается, и вы знаете, что у вас теперь есть штраф. А корреспонденция приходит тоже достаточно, обрабатывается она быстро, в течение суток. По городу письма доставляются в течение трех дней. И, соответственно, если вы получили такое письмо о счастье и успели в 20-дневный срок, вы также заплатите только половину штрафа. А вот постоянным клиентам ГИБДД скидок не будет. По крайней мере, за некоторые виды нарушений. Так, на дисконт не стоит рассчитывать попавшимся на управление автомобилем в нетрезвом виде. Повторное несоблюдение скоростного режима, повторный проезд на красный свет и нарушения, спровоцировавшие ДТП с пострадавшими, также будут оплачиваться в полном объеме. Зато минимальный штраф теперь составит не 500 рублей, а 250. Мелочь, а приятно. Но следом за законодательным пряником парламентарии готовят для неплательщиков кнут. В настоящее время рассматривается законодательная инициатива, которая предусматривает приостановление действия водительского удостоверения, если у водителя имеется задолженность по оплате штрафов. Это не обязательно штрафы ГИБДД, это могут быть задолженности по алиментам, по квартплате. И такие водители будут подвергнуты приостановке действия водительского удостоверения, если сумма составляет более 10 тысяч рублей. В двух чтениях законопроект принят. Уточняется список долгов, за которые можно лишиться прав. Но уже решено, что под действие не попадут автомобилисты, для которых вождение – единственный источник заработка. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.